Здравствуйте, дорогая публика! Вот 75 лет тому назад, в 1949 году, советская наука открыла для себя так называемый Потомский кратер. Удивительная, не имеющая аналогов, геологическая структура, скажем так. Дело было в 1949 году. По всей стране разослали геологические партии. Это был такой период, когда внимательно пришлось изучить значительную часть территории Советского Союза. Ну, из недоступных особенно частей. Эти геологические партии искали уран. Ну, если найдёте золото, тоже скажите нам. Ищите. Искали уран и золото, потому что надо было делать атомные бомбы. Ну, в общем, жизнь такая была. И вот в журнале «Природа», пятый номер, за 2024 год. Статья, так и называется, к 75-летнему юбилею открытия уникальной геологической структуры Потомского кратера. Авторы. Все авторы из Института автоматизации и проектирования Российской академии наук. Видите? Институт автоматизации и проектирования. Значит, что-то такое мы сейчас узнаем. Виктор Анатольевич Андрущенко, доктор физмат-наук. Илья Владимирович Мурашкин, просто научный сотрудник. И Нина Геннадьевна Сызранова, кандидат технических наук. И, кстати, учёный-секретарь этого замечательного института. Вот. А он главный. А вот он, это Виктор Анатольевич Андрущенко, который доктор, он главный научный сотрудник. Вот такая вот группа граждан. Написала статью. К вопросу об открытии этого потомского кратера. Ну, потомский кратер, я думаю, вы видели раньше на картинках. Представляет он из себя очень удивительное сооружение. Так скажем, протяжённостью внизу. Значит, с севера на восток. Да? Простите. В 180 метров. Ну, такой немножко несимметричный. На склоне лежит. Объём этой насыпи 230 тысяч кубометров. 230 тысяч кубометров. И он имеет странную форму. Ну, на вулкан не похоже. В центре так воронка. А в центре воронки ещё такая вот шар как бы лежит. Насыпь в форме шара. Ну, местные жители знали его, да? Здесь с местными жителями поговорили. Там эвенки живут. Он говорит, да, знаем такое место. Ой, плохое место. Там гиблое место. Ну, вот такие вот дела. Жилища Огненного Орла. Да, Огненного Орла жилища. Вот так сказали. Нужно сказать, что дальше больше. Оказывается, это открытие было только для нас, для советских жителей. Как всегда, за границей знало про нас лучше. В библиотеке Конгресса США найдена была карта, относящаяся примерно к 18 веку. Кто что составил карту, неизвестно. На ней, между реками Енисея и Еленой, северо-восток от озера Байкал, примерно на шарте Потомского кратера, был изображен действующий вулкан с надписью «Вулкан». Всё. Вот такая вот была штуковина. Более того, на другой карте, карта та датированная, Стокгольм, 1730 год. Представляете, это ещё Пётр I ведёт свои реформы. Пётр I ещё только-только учредил то крепостное право, из которого моих предков освободил царь Александр II, освободитель. Вот. Это год в Стокгольме на этой карте. Это, говорит, пленный шведский офицер, сосланный Петром I в город Тобольск под заданием сбора картографических и исторических сведений о Сибири. Вот он собрать-собрал, в Стокгольм это сведения попали, а Петру не достались. Вот. Причём на этой карте, на изображении вулкана, значит, сопровождается невнятным переводом на латинский язык каких-то вот русских слов, которым русские рассказали про неё, да? Вот. Вот такие вот дела. Гнездо огненного орла, а речка вблизи кратера течёт. Йоксикюлях, на переводе на русский означает «огненная река». Вот. Как это могло произойти? Потому что, так сказать, район-то вроде не сейсмичный. Стали придумать модели. Значит, впервые про этот кратер писал Обручев, тот самый знаменитый Обручев, он писал о нём в журнале «Природа». Вот в том самом журнале, который я сейчас цитировал. Тогда он ещё издавался многотысячными тиражами, как это было когда-то, начиная с 1912 года. Вот. Это сейчас у него тираж 175 экземпляров. Поэтому я его и пересказываю, не боюсь, что вы скажете, да чё ты перескажешь, мы пойдём в библиотеку возьмём. Пойди-ка, возьми-ка. В библиотеке Конгресса, в библиотеке Британского музея, это, конечно, есть. Все ведущие библиотеки мира его закупили. Ну, а тут вот его прислали по почте Бориса Бояршинова, да, и он его вот вчера получил. Да, и рассказывает вам. Вот. Так вот, значит, проводились, значит, идея была такая у Обручева. Что это, говорит, случилось следующее. Где-то там, в подземелье, была ёмкость, пустота заполненная газом под большим давлением. Как эта ёмкость образовалась, ну, для меня, так вот, для меня сирово-убогово представляется загадкой. Потому что давление в этой ёмкости не могло превышать внутрипластового давления, да. А внутрипластовое давление, это вот с глубиной, ну, каждый километр, ну, наверное, сейчас скажу, ну, 300 атмосфер, да. Ну, может, если очень тяжёлые породы, там, побольше, да, каждый километр. 300 атмосфер всё на всё. Это ж какого объёма должна была быть эта полость, чтобы она, значит, тут вот сверху растрескалась порода. Это непонятно, как она так сверху вся эта растрескалась, такой канал вдруг вся по-растрескалась, а газ ещё в это время не вышел потихонечку, да, по трещинкам. И вот она выплюнула 230 кубических метров этого самого насыпного материала. 230 тысяч кубических метров. Вот если это была трубка длиной 1 километра, то есть тысяча метров, да, тысяча метров, значит, сечение должно было быть 230 квадратных метров. Вот такой вот канал 230 квадратных метров весь разрушился, его выплюнуло наверх газом. Выплюнуло наверх, это тут вот написано 1 миллион тонн. Ну, это что ж, плотность горных пород пятёрка, что ли? Чё-то уж больно-то, больно круто пятёрка-то. Пятёрка-то крутова для горных пород. Я думаю, что где-нибудь 3, ну, 4 плотность, да, 3-4 грамма на кубический сантиметр, 3-4 тонны на кубический метр, 3-4 килограмма на литр, да, кубический дециметр. Вот, вот такие вот дела. Но, тем не менее, так вот пишут, да, и вот это всё долбануло оттуда. Значит, институт прикладной механики, ИПМ, это один из самых передовых наших институтов. Я так понимаю, это тот самый, который имени Келдыша. А Келдыш – это гений, так сказать, про которого мало кто знает. Гений был во всех отношениях гений. Он был ещё и главой нашего, нашей Академии наук, президентом Академии наук. А он математик-прикладник. В своё время он решил задачу обтекания, сверхзвукового обтекания самолёта воздухом. Значит, при нём возникал флаттер. И вот он догадался, что надо решать одновременно систему уравнений, описывающей газовый поток, и систему уравнений, описывающей механических уравнений, описывающих самолёт. Да, вот так вот они, вот решена была проблема флаттера, поэтому к вам смерть может прилететь со скоростью быстрее звука. И вы даже не услышите, да, пока она к вам летит. Вот это вот благодаря Келдышу случилось. Прилетали пассажиры быстрее скорости звука, но больше не летают. Ту-144 так и не пошёл в серию, а «Конкорд» сняли с полётов. Так что только смерть, только смерть. Только за смертью посылать, да, а тут вот только смерть. Так вот, этот институт сделал моделирование. А вы знаете, какие задачи у прикладной механики? Как раз какой-нибудь пенетратор, да, бронебойный сердечник, пенетрейтор, да, вот так вот раньше вот в старых журналах по Ovation Week and Space Technology мы на ломаном английском так читали вот про бронебойные снаряды, пенетратора. Вот этот пенетратор из космоса, наверное, прилетел, такой стержень такой, как вот этот астероид О-На-Муа-Муа, да, помните такой? Вот такой стержень вошёл в грунт, пробил его на большую глубину, и надо же, попал в полость, заполненную газом. Канал разрушения сверху был, вот этот вот, и газ это выплюнул наверх. Вот. Ну, это что-то типа, получается, камуфлетного взрыва, можно так расписать. Если хотите, можете помечтать о том, что этот космический корабль инопланетян там взорвался. Вот. Ну, любые мечты можете, да, придумывать для этого дела. Вот. Он и выбросил наверх. Кстати, долгое время, значит, исследователи этого, значит, объекта, скажем так, кратером его как бы не назвать, они полагали, что это тут упал фрагмент Тунгусского метеорита. И вот он-то и устроил вот этот вот выброс. Вот. Вот такая вот загадка остаётся загадкой, потому что 75 лет прошло, исследование, ну, первое время не до этого было. Ну, написали отчёт, вот мы уран не нашли, а кстати, мы нашли ещё вот эту вещь. Ну, ладно, положите в папочку, зашьём в дело. Зашили в дело, да, а теперь вот это вот всё, вопрос изучается. Вот. Ну, кстати говоря, собирается туда теперь туристов водить, да. Видите как, надо вокруг него создать легенду. А как помнится одно время, вокруг какого-то озера на Таймыре, по-моему, создали легенду. Что там живёт чудовище наподобие Лохнецкого. Об этом писали даже статьи в «Комсомольской правде», как там вот птицы вокруг поют, а там это чудовище! Сейчас поезжайте на Таймыр, посмотрите на чудовище. Вот. Так вот и здесь. Ну, тут, правда, чудовище не пахнет, слава Богу. Но что-то такое необыкновенное здесь явно было. Да, вот. Надо бы, единственный в своём роде такой вот объект. Вот. И связан ли он каким-то образом с газом внутри? Ну, наверное, связан. Хотя вот мне не очень понятно, как этот газ развил такое большое давление, которое позволило ему выбросить 2300 кубометров горной породы оттуда вот с этой вот глубины. Не знаю, сколько там километров была глубина. Ну, вот мы кинули, мы километровая глубина и сечение 230 квадратных метров. Ну, это где-то что там получается там? Ну, 15 на 15, так вот, грубо говоря, диаметром где-то метров 15. Или около того, около 20. Что-то такое там было, такая вот область разрушенных пород. Ну, понятное дело, что, знаете, это напоминает истории про разные курганы, которые джентльмены находили в Англии. Да, вот в Англии бывает там сводили заросли и видят, а заросли как-то стон хинч, как взросло кустарником. А вот тут вот холм какой-то необыкновенный. Ну, давайте вот в холм прокопаем туннель, посмотрим, что там лежит внутри холма. Прокопали туннель, ничего особенного, насыпной холм, а в середине стоит столб этого холма, вокруг которого это и насыпали все. Да, столб дубовый. Вот, дубовый столб. К чему бы это? Никто не знает. Думали, может, там захоронение, сейчас найдут там что-нибудь интересное по истории Англии. Нет. То есть, вот видите, какие есть загадочные объекты, явно рукотворные. И кто это строил и для чего этот столб? Ну, столб-то вбили, понятно, для чего. Да, чтобы вокруг него насыпали кучу земли. Ну, вот так вот. Такие вот дела. Это явно не рукотворного происхождения, это образование, потомский кратер. Ну, что, как, мы не знаем. Так что читайте журнал «Природа», выписывайте на него, на него свободная цена. Сколько спросите, столько и заплатите, никуда не денетесь. Так это делаю я. Желаю вам всех благ, не забудьте и мне пожелать благ, прислать мне денег. Умные люди просят деньги в начале, потому что начало смотрят все, до конца доживают немногие. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Блажен, кто досмотрел мое видео до конца. Поэтому он может узнать, что можно подписаться на Бусти, там у меня есть лекции по физике, в том числе и по математике. В том числе не только для студентов, но и для, кто собирается ЕГЭ сдавать. И там есть ещё лекции по теоретическому основу электротехники. Тоже вещь очень полезная для некоторых людей, несчастных, которые должны её сдавать. И что ещё там есть замечательного у меня? А много чего замечательного есть. Например, есть замечательная вещь. Мои адреса ВКонтакте и в Телеграм. Можете по ним со мной списаться, сговориться. И, глядишь, я буду индивидуально вас, либо вас, либо ваших детей, и чему-нибудь хорошему учить. Всего доброго вам. До свидания. Всех вам благ. Не забудьте денег прислать. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok